Сегодня я хотел больше сделать классический вариант, но постараюсь его трансформировать до суперсжатого, ценного, того, что недоступно. И если кому-то будет интересно, он сможет недостающую информацию легко найти в сети. Так, что я хотел бы сказать вначале. Наверное, может быть, дать какую-то общую рамку для того, чтобы последующее моё выступление было понятнее. И вообще, если здесь какая-то часть присутствует людей, с которыми мы будем дальше работать, собственно, сделать понятнее всё то, чем мы будем заниматься в следующие два дня. Я не могу сказать, что принадлежу к формату художников, которые относятся к классическому такому типу research-based artist. Но при этом так сложились обстоятельства в моей жизни, что, с одной стороны, исследования, а с другой стороны, определённые эффекты с ним связаны. Они, конечно, играют очень важную роль в моём творчестве. О чём я говорю? В принципе, основной вектор моего развития, буквально с самых первых попыток делать что-то на территории современного искусства, был связан с институциями. Или даже с не тем, что можно назвать институциональной критикой, более-менее понятная дефиниция на сегодняшний день, а вот с некими спекуляциями на тему того, чем может быть институция художественная, и не только художественная, и что это может давать для творчества. И я отношусь довольно, может быть, к редкому типу художников, которые выступают на стороне институции. Хотя в своём творчестве я прошёл определённую эволюцию и в какие-то моменты занимал почти диаметрально противоположную позицию, ну, по крайней мере, интеллектуальную. Но если смотреть по проектам, то большая часть проектов, они в основном связаны с работой, с выставкой, музеями в качестве медиумов или с институциями. Если попытаться подумать о том, чем это грозит для художественного высказывания, можно сразу же понять, что один из эффектов – это особый тип работы творческой, которая, скорее, не связана с таким романтически возвышенным отношением к творческому процессу, таким романтическим, что называется, художников отца Хейда, а скорее связана с типом производства, ассоциируемым с концептуальным и постконцептуальным творчеством и даже больше с неким типом бюрократизации. Я считаю, что бюрократизация искусства – это скорее плюс, чем минус. Но для того, чтобы понять это, нужно определённого рода усилия. И если мы это понимаем, то бюрократизация может быть довольно выгодной. Почему бюрократизация? Потому что, как мне кажется, это одна из тех проблем, которая возникла в поле современного искусства в последние, наверное, 20-30 лет, и в особенности в том его секторе, который связан с художественным исследованием, собственно, вот с той темой, из-за которой мы здесь сегодня собрались. Потому что художественное исследование находится в той зоне художественного производства, которая совмещена с неким академическим производством знания. А академическое знание предполагает довольно строгие правила, которые защищают ценность, истинность этого академического, научного, скорее даже, знания. От всех остальных типов знания. Художественное исследование при этом является такой вот творческой интерпретацией этого истинного академического знания. И, с другой стороны, является критическим актом со стороны искусства против собственного, опять же так скажем, в широком смысле романтического настроя, который в истории XX века, как правило, был ассоциируем с коммерциализацией искусства, с его превращением в китч, превращением в некую профанацию и так далее. Но центральная проблема здесь, если мы говорим об исследовании, в том, что некоторое время назад, когда цены на нефть были высокими, было много денег, и государства вкладывали деньги в культуру, им было гораздо проще вкладывать их в тот сектор, который как раз можно было легко измерить определенного рода механизмами, то бишь в сектор как раз исследовательского искусства, что привело к его деградации и превращению в такую разновидность довольно нетворческой, в лучшем случае социально ориентированной практики. То есть это точка, с которой мы, в принципе, начинаем. Но, возвращаясь к началу того, о чём я говорил, мне кажется, что здесь невозможен откат назад, невозможен откат к некоторому переизобретению искусства в отрыве от того, что было сделано, в отрыве от этих интеллектуальных усилий, направленных на рационализацию искусства, маркированных как его бюрократизация. Что возможно, возможно, движение в обратном направлении, то есть движение в сторону ещё большей бюрократизации, ещё большей рационализации, ещё большего структурирования, в пределе которого искусство также сливается с жизнью, перестаёт быть попсовым, просто скучным, продажным и так далее, и становится некой неотъемлемой частью производства реальности. И такое искусство, безусловно, видится мне некой предельной целью, предельным ориентиром, к которому мы можем совершать шаги. Вот такое краткое введение к тому, о чём я буду говорить далее. И понятно, что большая часть этих проектов, которые я буду показывать, конечно, стоит, наверное, далеко от этого, от симптота этого предела. Но всё же траектория в них примерно была обозначена мной сейчас. Так, начнём с ранних проектов. Первый из них называется «Рынок труд». Да ещё, как бы, кратенькая часть, может быть, даже без картинок, но быстро. В принципе, моё творчество началось с неудачи в построении интеллектуальной карьеры. Я учился в Воронеже на факультете философии и психологии. И на первых курсах пытался ещё как-то встроиться в эту систему университетского знания. Но довольно безуспешно. То есть я делал какие-то сообщения, никакого обратного отклика найти не мог. Занимался проблемой структурирования языка у детей. Но, конечно, сейчас я уже понимаю, с чем были связаны проблемы на тот момент, не восприимчивости сообщества интеллектуального, академического к этим моим выступлениям. Но на тот момент мне казалось, что они вполне себе соответствуют заданным нормам. Но что-то шло не так. И, в общем, в какой-то момент я отчаялся и подумал, что, может быть, я стучусь не в ту дверь, и нужно немножко изменить рамку. Такая полезная операция, когда вы вместо того, чтобы подстраиваться, просто подстраиваете мир под себя. В общем, я понял, что я, наверное, занимаюсь чем-то, что ближе к современному искусству. Хотя на тот момент, в Воронежном, начало 2000-х, представления о том, что такое современное искусство, у меня были весьма условные. И они были сформированы скорее контракультурной литературой и концептуализмом, который был доступен через русский интернет. То есть в основном это акции КД и какая-то литература вокруг Пригова, Сорокина, медицинской герменевтики. И ранние проекты были связаны с такого рода интеллектуальным производством. Первый проект, который был создан, это было объединение под названием «Пограничные исследования», которое мы сделали вместе с моим однокурсником Ильёй Долговым. И он вырос как раз из-за нашего увлечения литературой, контракультурной литературой. Потом к нам присоединилась такой вот теоретик Марии Чеханадских, сегодня довольно важный. И ряд коллег впоследствии, Иван Горшков, Николай Алексеев, которые составили первую волну воронежского искусства. Впоследствии вот это вот пограничные исследования, они были трансформированы в институт пограничных исследований, с которыми я, в принципе, начал делать первые выставки в Москве. Но с коллегами у меня связь уже была потеряна. И, в принципе, вот этот вот институт пограничных исследований – это была первая эффективная институция, которую я создал. То есть это где-то, наверное, 2005-2006 год. Фотографии я вам показывать не буду, они довольно такие наивные, некрасивые, студенческие, имеют чисто историческую ценность. Но, да, если говорить о траектории моего развития, этот период довольно важен. Первая выставка, которую я показывал, это была в Москве. Одна из первых – это была «Арт Москва» и выпускная выставка Института проблем современного искусства. И я показывал такую вот инсталляцию, посвященную этому институту пограничных исследований, где лежали распечатки, ксероксы, ставили компьютеры с какими-то полуэффективными текстовыми, не только перформансами. Это всё происходило, наверное, 2006 год, может быть. Это такое вот самое сочное время для российских арт-ярмарок, когда просто стены не удерживают вес художественного производства, пышные, блистательные, живописные работы, которые скупаются за десятки тысяч долларов. В общем, всё прекрасно. И тут приезжает человек из Воронежа, который занимается фиктивными институциями, выставляет ксерокопии. В общем, это был такой немножко шок, когда я это осознал, я позвонил куратору и попросил работу снять. Но надо отдать должное. Куратором был Стас Шури, по-моему, сказал, ну ладно, приезжаем, мы сейчас разберёмся. В общем, пока я ехал, я ещё додумывал дальше, что же делать. Но в общем, в итоге, конечно, как-то всё это замылилось, работу не сняли. Но была страшная травма. И в конце этой арт-Москвы пришёл Пригов. Пригов я знал в лицо. И он посмотрел и говорит, слушай, я смотрю, вот эта арт-Москва полное говно вообще, полное. Вот единственное, что есть хорошее, вот твоя работа. И, конечно, я призадумался после этого серьёзно, что что-то, наверное, с московским искусством не так. И дальше через определённого рода несколько реверансов в сторону московского контекста, но фактически я вернулся к тому, с чего начал, а именно к производству этих самых фиктивных институций и разного рода фиктивного искусства. Но первые проекты, которые я здесь быстренько покажу, они связаны как раз с этим московским периодом. И с работой в поле апроприации модернистского языка, языка исторического авангарда, но в таком более политизированном ключе и с попытками интеграции его в такие более сложно сочинённые работы. И первый проект, который здесь хочу вам показать, называется «Рынок труд». Это работа, посвящённая поколению 90-х. «Рынок труд» – это вещевой рынок, названный в честь стадиона «Труд» в Воронеже, поблизости от которого находился гуманитарный корпус моего университета, где я учился. Я каждый день ездил туда на занятия, и остановка, на которой остановился маршрутный такси, назывался сначала «Стадион труд», потом стал называться «Рынок труд». И я подумал, что это довольно хорошая метафора, может быть, для разговора о поколении 90-х, о поколении надежд, которые люди вкладывали в социальные трансформации, и одновременно с тем деградация этих надежд, о невозможности встроиться в новый мир. Почему я здесь говорю о мандронистском языке? Вот здесь вы видите палатки, собственно, это остово от палаток, которые, может быть, кто-то застал в 90-е, может быть, даже иногда сейчас тоже можно увидеть. Это палатки, которые обтягивались такой тканью, а-ля Даниэль Бюре, с полосками, с красными, с зелёными, с синими. А вечером их убирали, и оставались такие остовые. Вот ты заходил и видел такое кладбищенское почти зрелище, вот эти пустые остовые палаток и какой-то мусор, коробки, бумага, остатки торгового производства. В общем, довольно мрачная история. Одновременно с тем они похожи на что-то очень такое остаточное монументальное, такие скелеты, решётки. Вот, в общем, я хотел поработать с этой историей и вписал внутрь этих палаток фразу из песни «Надежда, мой компас земной». И специально сделал для этого шрифт, который наследовал конструктивистским шрифтом, но был такой слабо читаемый. Это всё называлось «Монумент рынку труд». И, как одна часть, и вторая часть ещё, я сделал небольшую книжечку, состоящую из интервью и фотографии Александра Долгова, отца Ильи, который был советским инженером. Потом на какое-то время, в 90-е, стал работать на этом рынке труд, стал челноком. И впоследствии, когда экономическая ситуация изменилась и стало невыгодно работать на такого рода рынках, он назад вернулся к своему первоначальному ремеслу, то есть стал инженером, потому что оказывается, что даже до 2000-х сохранялись те инструменты, те станки, на которых он работал. Это были какие-то прессы специальные. И они работали, но людей, которые разбирались, в них уже практически не было, и никто не понимал, как их чинить и что с ними делать. И, в общем, он оказался вновь востребован, вернулся к своей старой работе. В общем, обычно эта инсталляция показывалась как вот такой вот эти островы и какой-то набор картинок и книжек. Изначально её показывали в Центре современного искусства «Гараж», на тот момент так это называлось. И потом Третьяковская галерея. Вот эта вот картинка из Третьяковской галереи, собственно, эти островы палаток. Вот тут видно «Аудача», какие-то отдельные элементы. И одна из фотографий Александра. Это тоже фотография Александра. Тоже его фотография. В принципе, это характерная тоже для последующих проектов история, потому что я много работаю с непрофессиональными художниками вместе. Вот он тоже. И вот это вид, кстати, инсталляции из «Гаража». Так, поехали дальше. Это «Радио Октябрь» тоже ранний проект. Здесь уже даже до апроприации модернистского языка уже дело не дошло. Проект был посвящён критике современного искусства с позиции людей, которые в него вовлечены. Проект был изначально показан на фабрике, в центре современного искусства «Фабрика». И изначально задумывался, как вот такая коллаборация с монтажниками, потому что на тот момент, в принципе, наверное, и сейчас, я не знаю точно, как обстоят дела, многие монтажники на выставках современного искусства были рабочие, которые достались в наследство вот этим новым институтам, институциям, часто открывающимся в бывших заводах, от предыдущего владельца. И получался такой странный парадокс, что вот такие индустриальные, позднесоветские рабочие, они как бы мигрировали на территорию нематериального труда, но в качестве его самого низшего звена, монтажников, каких-то разнорабочих. Идея была сделать такое настоящее активистское радио, но я быстро понял, что это практически невозможно. Единственное, что было доступно, это сделать скорее такой вот радиоспектакль, что ли. И радиоспектакль состоял из записей разговоров и шумов, которые я сделал, работая как раз таким монтажником на фабрике. Это вот один из наших кураторов программы Оля Ширкоступ. Тоже подрабатывал монтажником на тот момент, бесплатно. Ну и вот тут разные фотографии. Это, собственно, какие-то заметки на полях, они даже не выставлялись. То есть это такой повседневный, чтобы вы ощутили более атмосферно, как дело было. Монтаж, выставка была довольно странная. Не помню, чему была посвящена, но какая-то околокритическая, по-моему. Ну, что такое было? Да, судя по всему. Так, ладно. Дальше вот один из первых музеев, но не самый первый. Первый был, наверное, годы за три, до того, там, 2008-2009 год показывался в Воронеже, назывался «Новый музей революции». Вот картинки не показывают тоже. Довольно они такие для современного моего контекста довольно непричесанные. Но это тоже проект такой, скорее, к ранним относится. Но он важен с концептуальной точки зрения. Значит, здесь уже возникают вещи, которые не теряют свою актуальность до сих пор. В чём суть? Мне было всегда очень неудобно в рамках такого классического формата современного художника 2000-х, что я, в принципе, осознал как раз в первой выставке в рамках «Ард Москвы», что что-то я делаю не так. И я всегда искал медиум, который бы лучше отражал вот это вот недовольство. Наверное, таким медиумом могло бы стать кино. Но все мои попытки что-то сделать в этом русле были крайне-крайне неудачными. И я, в общем, бросил это дело и понял, что лучше у меня получается делать выставки. И вот в какой-то момент я вдруг неожиданно обнаружил для себя, что есть довольно странные места, которые называются нехудочные музеи. Например, музей революции, бывший музей революции, музей истории. Почему странные? Потому что, как мне кажется, во многом они очень похожи на выставки современного искусства, причем такие как бы серьезные, критические, хорошо сделанные. Но при этом они не называются искусством вообще. То есть это некая территория жизни, где рассказывается языком искусства о вещах, которые, в принципе, не про искусство. И все вместе это не искусство. И я подумал, вот это да, как интересно. Это очень сильно похоже на, собственно, то, что хотели сделать художники исторического авангарда. Но вроде как у них не получилось. И это было таким каким-то странным открытием, изначально не подкрепленным никакими доводами, скорее вот интуицией, что где-то в этих скучных, никому не нужных бывших музеях революции слышно эхо исторического авангарда. Что еще можно отметить? Как мне казалось, в них присутствует какой-то предел в отношении того, что можно назвать обнажением приема. То есть музеи революции никогда не говорят тебе, что показывают какое-то возвышенное искусство. Они так и говорят. Это просто инсталляции, в которых мы рассказываем определенного рода историю. И, конечно, как бы дальше ваше дело верить в эту историю или не верить, но эти вещи не находятся на территории иллюзии. А художественный музей всегда находится на территории иллюзии. И я подумал, как замечательно, как интересно. То есть, в принципе, наверное, если апроприировать вот эту методологию, если апроприировать вот этот медиум нехудожественного музея, музей истории, музей революции, для художественного высказывания можно делать вещи, которые идут гораздо дальше того, чем мы занимались в 2000-е годы. И вот одной из таких попыток, первых, более-менее серьезных, стал проект музей пролетарской культуры «Индустриализация богема». Он показывался тоже в Третьяковской галерее, как такой вот бисайд-проект Третьяковской галереи. И представлял из себя тоже довольно типичную для меня рамку, а именно некоторую выставку в неопределенном будущем, которая говорит о прошлом. Вы приходите в музей, в среднем музей про прошлое. Сейчас немножко ситуация изменилась, но, в общем, и целый музей про прошлое. И понятно, что для музея в будущем прошлое – это, собственно, возможно, это наше настоящее. В общем, получается такая странная временная петля, которая позволяет вам смотреть на настоящее из будущего и получать определенного рода дистанцию, которой у нас нет внутри настоящего момента. Мне показалось это очень продуктивным для того, чтобы высвечивать какие-то тенденции, которые мы можем ощущать здесь и сейчас, но не можем с ними работать вот так в лоб, потому что, возможно, они еще недостаточно проявлены или же просто мы не можем как-то их, не знаю, художественно оформить. Но вот эта вот рамка музея в будущем, она позволяла разогнать эти тенденции до какого-то предела и посмотреть, во что они могут превратиться в будущем. Собственно, музей прелитарской культуры – это рассуждение о том, как могла бы выглядеть история искусства после успешной прелитарской революции в некотором неопределенном будущем. И по своей структуре этот проект представляет из себя такую вот доклассическую историографическую выставку. Есть каждое десятилетие, в этом десятилетии есть определенные типизации, определенные типы искусства, которые являются актуальными, и они здесь представлены. Но эта типизация была вымышленной, и она реагировала на определенные тенденции. Типизация была связана с XX веком, с 60-х нам шло всё до 2010-х, и был ещё небольшой эпиграф с художниками-самоучиками, с художниками пролиткульта из коллекции Третьяковской галереи, которая относилась как раз к 1910-1920 годам. Всё это выглядело при этом как такая скорее немного плохо сделанная выставка экспо советская. В принципе, можно было задаться вопросом, почему, собственно, вот этот эпиграф. Опа, так, не все фотографии включили. А-та-та. Вот, ну ладно. Сейчас я соображиваю. Ну ладно. В общем, каждому десятилетию посвящалась определённая работа и определённая биография художника, вымышленная, которая делала эту работу. И, да, был вопрос, собственно, почему всё это выглядит так странно, почему дизайн экспозиции не похож на никакую футуристическую выставку. И тут есть несколько бытовых ответов, но концептуальный ответ заключался в том, что, в принципе, когда мы рассуждаем вот о том, как может выглядеть будущее, то в среднем, по крайней мере, у людей моего поколения и ещё, наверное, у людей, которые чуть даже помладше, в голове встаёт, ну что-то вот между Блэдраннер и какие-то, не знаю, Солярис, что-то такое, да. То есть это то, что скорее называется ретро-футуризм. Это эстетика, которая вышла из, не знаю, кибернетических каких-то экспериментов в 60-х, 70-х. И сегодня она абсолютно нерелевантна, потому что будущее очень сильно отличается, и нынешний момент сильно отличается от того, как его видели из прошлого. И понятно, что будущее по отношению к нашему моменту будет сильно отличаться. В общем, всегда, да, есть определённого рода история будущего, история дизайна будущего. И эта история дизайна будущего, она, естественно, всегда про тот момент, в котором, собственно, это будущее создавалось, а не про само будущее. И каким образом можно избежать этой ловушки, да, вот этой вот какой-то иллюзии, мне кажется, просто путём её сознательного использования. И сознательное использование может быть в том, что вы говорите, да, и мы как бы понимаем, что будущее всегда будет отличаться, и мы просто концептуализируем его и даём просто как некая, да, условность. Мы говорим, это будущее. И показываем набор знаков, которые маркируют это пространство, как некоторую вот интеллектуальную конструкцию с будущим. Вот. Собственно, поэтому вот эти вот футурологические выставки всегда носят такой немножко, такой ретрофутуристический, да, имеют такой ретрофутуристический вид. Но и заканчивалось всё это вообще движением Окупай Абай, потому что это происходило параллельно с волной мобилизации в Москве. Это было уже, не знаю, 5-6 лет назад. И в отличие от международного движения в России удалось сделать манифест этого российского Окупай. Этот российский Окупай был представлен, 2010-е, да, были представлены в виде этого манифеста, да, то есть этот манифест был как пример как раз такого народного пролетарского творчества совместного. Так, дальше быстренько сейчас пробежимся. По следующему музею проект называется «Мир. Вежливые гости из будущего». Ещё был проект «Мир. Движение в сторону объектов». «Мир» – это музей истории России. Та же самая рамка в музее истории, да, в некотором неопределённом будущем, в данном случае посвящённой России. Показался в Париже, в Сан-Франциско, и представлял из себя обычно три комнаты. Первая комната была посвящена религии России, была такая красная. И в данном случае это была религия Челябинского метеорита, и там была целая история, почему эта религия становится важным, что это такая модернистская религия, она связана с космосом и с будущим. Там были разные артефакты, типа вот этих, это покрывало для замужества и женитьбы с этой религией Челябинского метеорита. В ней причём была настоящая, это как бы прототип Родимея, то есть это реальная маленькая секта, которую сделал один такой сибирский человек. Я до сих пор не знаю, было ли это всё всерьёз, или это было не всерьёз, потому что впоследствии он уехал, по-моему, воевать на Донбасс, или что-то такое. В общем, я думаю, что, возможно, это просто какой-то такой странный сибирский политтехнолог. Но в этом странном мире будущего России эта религия в силу политических обстоятельств обретает серьёзный вес и становится такой вот космической рамкой. Ну что логично, потому что у нас, кроме, собственно, исторического авангарда, космос и хоккей, может быть, больше ничего нет. И хоккей-то уже тоже терпит неудачу. Ну что ещё есть? Есть ещё московский концептуализм. Поэтому второй зал этого музея был посвящён концептуальному искусству Владимира Владимировича Путина, который был представлен в роли такого главного художника, России. И его деятельность интерпретировалась как такое концептуально-перформативное что-то. В частности, он написал, собственно, статью «Движение в сторону объектов», где рассказывал о развитии истории отечественного искусства от Кабакова до Казаков. И он как бы представлял вершину. То есть после Казаков уже, которые в себя всё вмещали, там были разные артефакты. В частности, было медитативное видео под названием «Инаугурация». Если кто не видел, рекомендую, она есть на YouTube, довольно популярная, как раз «Инаугурация последняя». Это такое минималистское, такое медитативное видео, почти олимпиев, но в исполнении другого художника, не менее сильного. В общем, была отдельная витрина, посвящённая Саше Грей, которая становится министром культуры. В общем, такая как бы была спекулятивная, такая бредовая история. Тоже не все картинки есть, потому что есть смешная, есть ещё очень хорошая вещь. Владимир Владимирович, она называется «Узор на зимнем стекле». Если кто не видел, тоже рекомендую, в принципе, она доступна в интернете. Находится в частной коллекции, но мне удалось её вывезти в Париж и впоследствии в Сан-Франциско и даже до Нью-Йорка она тоже доехала. Вот, тоже там вся история, вся история модернистской живописи XX века и концептуального искусства вся есть в этой работе. Так что отсылаю вас к интернету, к моему сайту. Вот, и третья часть была посвящена гостям из будущего и некому уже там к такому уже искусно приближающемуся космическим масштабам. В общем, это был парк скульптур, где были такие вот охранители государства, которые представляли себе такие живые скульптуры и такие гигантские живые скульптуры. Вот, и, в общем, они украшали этот парк и в качестве постаментов служил, собственно, вот этот музей мир и это был его же логотип. Вот, это одна из тоже, это Российская космическая федерация. Вот, это такая вот дезитопическое государственное образование из будущего и рядом представлен солдат космических войск в специальном камуфляже, характерном для одной из отдалённых частей Российской космической федерации. Вот, так, дальше московские дневники. Это уже проект, который относится уже к настоящему времени, он новый, но в нём ещё есть, да, примерно та же логика, вот, и меньше космоса, в отличие от большей части проектов, которые сейчас делаю. Поэтому я решил, что в основном все мои проекты, они соединяются либо в то, что можно назвать такие миры, например, мир Российской космической федерации. То есть это, как бы, вроде бы серия, но это не совсем правильное слово, потому что это не серия в таком модернистском понимании, а это, скорее, вот мир, как, знаете, в научной фантастике есть миры, мир полдня, например, у Стругацких. Вот, а есть ещё именно серия, которая называется «Этюды». Это такие более, что ли, быстрые выставки, за которыми не стоит, как правило, хорошо продуманного мира. Вот, он широкими мазками там обозначается. Вот, но вот эти московские дневники, это, конечно, не совсем это относится к проектам, которые можно назвать этюдами, но он близок. Вот, московские дневники я делал как часть группы, которая называется Центр экспериментальной музеологии. Ну, в принципе, это вот такое развитие, что ли, вот этих институциональных интуиций, которые были в моём творчестве и в творчестве ряда моих коллег, которые действовали в Москве в последние десятилетия. В частности, например, Екатерина Чучалиной, куратора из Москвы и сейчас работающего в ЕСИ Foundation. Вот она практически весь путь, связанный с музеологией, прошла со мной и продолжает делать выставки в непрофильных московских музеях. Вот, и в какой-то момент мы решили сделать следующий шаг и попробовать действовать как вот такой, как художник. Потому что, в принципе, для тех, кто знает Катины проекты, в них всегда видна рука куратора, а порой даже непонятно, где к нам куратор, где художник. В общем, она явно такой вот слишком горячий, может быть, куратор для нейтральной работы. В общем, мы соединились в эту группу для того, чтобы объединить усилия свои кураторские, художнические. Вот, и этим летом сделали проект с такой институцией, которая называется Museum of American Art Berlin. Вот показываю здесь часть, которая относится к цему. Это две реконструкции выставки как раз Фёдорова Давыдова, омаж, которым я делал в виде Музея пролетарской культуры в Третьяковской галерее. Фёдоров Давыдов – это один из кураторов 20-х и такой искусствовед 20-х, 30-х. Вот, который занимался экспериментами в поле социологического искусства и в моей атрибуции является представителем того, что может быть названо авангардной музеологией. Вот, и суть этой авангардной музеологии в его исполнении заключалась в том, что он говорил, как бы фиксирует, говорит о определённой исчерпанности проекта искусства, модернизма, который после пролетарской революции завершается. И единственное, что остаётся, это такой вот, такой, ну не знаю, мета-реализм или такой вот концептуальный реализм, где выставки занимаются таким постоянно саморефлексивным повторением себя и повторением уже пройденного. Вот, и такая вот, как бы, да, может быть, по-своему дурная даже бесконечность. Но суть её в том, чтобы не было фетишизации критического метода, да, что вот есть, например, критика, не знаю, репрезентации в искусстве Малевича, и оно превращается в такой вот закостеневший метод, который повторяется, повторяется, хотя, да, исторические условия меняются, и, в частности, после революции делать, как бы, снова чёрный квадрат становится бессмысленным занятием. Вот, и, ну и так далее, да. А вот этот вот метод такого, да, концептуального реализма, он позволял включать все критические методы, такой зонтичный, да, подход, все критические методы в себя и осуществлять такую метакритику, критику критики. Вот, ну, в общем, это отдельная история. Кому интересно, отсылаю к книжке «Авангардной музеологии», где собраны профильные тексты на этот счёт. Но, в частности, здесь мы делали реконструкцию экспериментальной марксистской экспозиции Третьяковской галереи начала 1930-х годов и реконструировали несколько встреч вокруг этой выставки, в частности, Малевича, Беньямина и Фёдора Давыдова. Это часть, которая относится к Музею американского искусства в Берлине. Нет, это было в Москве, просто там часть залов была посвящена, собственно, делалась в Музею Американ Арк Берлин, и часть залов была сделана Центром экспериментальной музеологии. В Музею Американ Арк Берлин залы были посвящены первым выставкам Малевича в Нью-Йорке, в Американском музее МОМА. И наша часть была посвящена выставкам Малевича в Третьяковской галереи, в экспозициях Фёдорова Давыдова. Такие два взгляда на Малевича. Взгляд на Малевича из Америки модернистский взгляд. И взгляд на Малевича, забытый, вытесненный из России, такой взгляд поставангардистский, взгляд, который, скорее, связан с тем, что уже может называться авангардной музеологией. Потому что считается, что, если верить истории искусств, предложенной Музеем Американ Арк Берлин, Малевич – это художник, который сохранился только лишь благодаря американской МОМА. И потом, через экспансию МОМА в Европу и после событий 90-х в России и апроприации российским контекстом, европейского контекста, Малевич стал, наконец-то, российским художникам. То есть такая траектория. И в нашем случае, в случае с ЦЭМом, мы показывали забытую часть, ту часть, которая как раз не была заметна. Потому что считается, что Малевич после революции просто выпадает, и никто с ним не хочет работать, хотя вот эта выставка была, по-моему, там, 29-го года была или 28-го. Я сейчас как раз к нему перейду, расскажу о нем. Сейчас это вот все. Да, вот он. Ну, про ЦЭМ, в общем, я всех участников тоже не буду перечислять. Они есть на сайте. Там довольно большая группа людей работала. Так что тем, кому интересно, отсылаю к этому проекту. Проект довольно сложный, герметичный. Такой вот, как бы, хардкор проект. И тем, кто интересуется исследовательской части, мне кажется, должно быть интересно почитать. В общем, у нас много текстов на этот счет. Было сделано. Так что этот клубок, как бы, можно распутать, но требуется время. Сейчас у нас его нет, поэтому двигаемся дальше. Проект «Московский этюд». Как раз проект, который показывался в «Московской МОМО» уже, так они себя называют сейчас, в рамках показа коллекции. Опять неопределённое будущее. «Московская МОМО» показывает свою коллекцию. И один из залов этой коллекции посвящён искусству будущего, которое состоит в такой вот сложной апроприации вандализма, который уже такой прирученный, полувиртуальный. И возникает в формате такого воскрешения Малевича с одной стороны, а с другой стороны воскрешения такого деструктивного акционизма, связанного с творчеством Александра Бренера. В частности, мы показывали, например, вот эту работу. Может быть, кто-то её знает. Работа, которая на данном историческом этапе существует только в форме коллекции «Московской МОМО» в будущем. В настоящем её нет. Эту работу создал Александр Бренер, нанеся знак доллара на одну из абстракций Малевича. А соседние работы – это, собственно, работы, уже относящиеся не непосредственно к физическому телу Бренера, а к тому самому будущему, в котором уже доллар исчезает и имеет значение только старые криптовалюты. И здесь, в общем, такая история про воскрешение Малевича и Бренера в одном лице. Это топ криптовалют на момент несколько лет назад. Сейчас уже всё немножко по-другому. Дальше несколько проектов, относящихся к миру Российской космической федерации. Времени у нас очень мало, поэтому крайне бегло расскажу. В общем, опять музей, опять будущее, но здесь уже он такой менее политизированный, по крайней мере напрямую, скорее более сосредоточенный на некоторой футурологии. Вот одна из частей того, что называется «Вангардной музеологии», это такой вот мой как раз-таки исследовательский проект, хотя с серьёзной инъекцией художнического. Вот одна из этих частей, помимо Фёдора Давыдова, исторического авангарда, который отрицает музей. Так вот, одна из этих частей – это музей в контексте русского космизма. И на мой вкус это такой вот предел институционального творчества, когда музей превращается буквально во Вселенную, происходит такая радикальная музификация всего, институциализация всего. И внутри этого музея искусство достигает своего, наконец-то, предела в форме некого жизнетворчества, где художник является соработником, сотворцом Бога. Я, в частности, сейчас недавно подготовил текст, художник как сопродюсер Бога. Надеюсь, что когда-нибудь можно будет посмотреть его по-русски. Но суть в том, что после того, как исчезают все социальные конфликты, которые стоят, если верить теоретикам, за современным искусством, модернистским искусством, после того, как случается социальная революция, искусство переходит в жизнетворчество, производство, возникает следующая проблема, что нам делать с человеческой природой, с человеческими аффектами, связанными с телом, главным из которых является смерть. Об этом пишет, например, в частности, Борис Арватов, один из теоретиков радикального конструктивизма и производственного искусства. Он говорит, что даже в этом будущем коммунистическом останется место для станкового искусства, потому что даже у коммунистов останутся тела, а значит, они будут умирать и заниматься сексом. А секс – это одна из форм преодоления смерти. В общем, все упираются в смерть. И вот в этот момент, да, неожиданно вдруг возникает логика русского космизма и музей в русском космизме, который говорит, а что же будет, когда не будет смерти, не будет сексуального аффекта, когда вообще не будет, может быть, тел. Это довольно занимательная история. Тоже отсылаю вас к текстам. Рассказывать сейчас подробно не буду. Но в моем случае я хотел порассуждать на тему, а что будет, если все-таки часть из этого проекта Федоровского осуществится, но при этом социальная несправедливость сохранится. И мне кажется, что вот этот вариант сейчас очень близок. То есть многие вещи из того, что писал Федоров сто лет назад, казались абсолютным безумием, но сегодня они вполне себе такие нормальные. То есть сегодня вполне легитимно рассуждать про радикальное продление жизни, про, не знаю, трансформацию сексуальных отношений, про какие-то модификации человеческого тела, которые, в принципе, уже почти киборг, и дальше будет только больше. Но при этом мы до сих пор живем при капитализме, и проблем у нас становится все больше и больше. Причем это такой дистопический музей, где отчасти люди уже могут позволить себе вечную жизнь и воскрешение своих предков, но при этом они живут в каком-то вот таком странном Диснейленде. Человечество распространилось в космосе, и решило построить на Земле, Земля потеряла свое значение, и решило построить на Земле такой музей зарождения жизни, который называется «Колыбель человечества». Здесь одно из цитат Солковского. И, в общем, Земля превращена в такую музейную сеть, такой Диснейленд довольно пошлую, которая представляет из себя реконструкцию музеев из будущего, которые выглядят как будто бы настоящие музеи прошлого, с искусственным мрамором, с какими-то элементами, которые были характерны для советского музейного дизайна 60-х, 70-х, губеленами, витражами и так далее. Это корабль геодезической сферы, которая принесла жизнь на Землю, Фёдоров слева, Лайка, живопись воскрешённой бригады космонавтов, одно из первых тел, пущенное в массовое производство для воскрешения, народное искусство в форме габиринов из разных треуглов Российской космической федерации, кабинет с камуфляжем, кабинет, посвящённый бытию дома, большого взрыва и так далее. Второй проект, который внутри этой Российской космической федерации, тоже пунктиром, называется «Салковские вторые пришествия», связан с историей с воскрешением Салковского и помещением его в некий музей собственного имени, где он сначала живёт и радуется, что вот как хорошо, что он воскрес, потом понимает, что он тоже как бы часть музея, играет по каким-то определённым правилам. В общем, такой как бы дистопия вот этой вот радикальной музеологии. Да, это, собственно, это Гагарин. Это одна из версий того, как могло бы выглядеть тело в будущем, когда нам не нужно будет питаться, мы будем питаться только за счёт солнечной энергии или питаться за счёт внутренних ресурсов. Вот это концепция горского под названием «фалический зрачок». Габелены второго пришествия Циолковского, стол для работы и так далее. И последнее – это интергалактическая мобильная музей-лаборатория имени Фёдорова. Такая летающая тарелка, которая приземлилась недавно в Берлине, в ХКВ, на которой приехало довольно много профильной литературы. которая связана с русским космизмом. По сути дела, это такая вот инсталляция, библиотека, которая работает с идеей музея, библиотеки и выставки в контексте русского космизма. Фёдоров много работал, он работал библиотекарь, и много работал с этой темой. Библиотека, выставка. Считал, что выставка – это один из шагов в сторону воскрешения, потому что для выставки мы как бы достаем что-то из прошлого и демонстрируем его внутренастоящего, но при этом выставка должна быть, безусловно, исследовательской, и вы должны быть соединены с научной деятельностью, потому что только так мы сможем добиться желаемого от искусства, а именно победы над смертью и воскрешения всех живших поколений, которая должна закончиться сотворчеством человека с Богом. На этом, наверное, мы будем заканчивать. Если у вас есть какие-то вопросы, мы можем быстренько на них ответить. Если у кого-нибудь есть вопросы, я передам микрофон. Вы в начале беседы затронули тему кино и говорили о том, что вас эта отрасль влекла, но у вас возникли проблемы, и вы не стали заниматься. А с чем это связано и почему так случилось? – Ну, я не знаю, так карта легла, не получилось из меня кинорежиссера. Но мне кажется, что выставки у меня получается делать лучше, и я не знаю, у кого-то получается наоборот. Просто выставки делать, как мне кажется, по крайней мере, в вопросах экспонирования сложнее. И я всегда завидую коллегам, которые работают с видео. Конечно, там много деталей, там важно установить хороший проектор, чтобы там хороший размер был экрана, звук и так далее. То есть это все как бы очень важно. Но когда ты работаешь на столице, это в десятки раз сложнее просто. В десятки непредсказуемых ситуаций больше. И все это просто очень трудоемкий процесс. Вот, но, не знаю, вот так сложились обстоятельства, что с инсталляцией, с выставкой, с музеем я понимаю, как работать, а с видео я не понимаю, как работать. Но, может быть, в этом есть специфика, потому что видео много. А вот инсталляционное искусство, которое работает с такого рода проблематикой, довольно редкая вещь. Хотя, мне кажется, что инсталляция более тотальный медиум, чем видео. Инсталляция музейная может включать в себя видео, даже много видео. Так что это некая для меня метафизика современного искусства, некий его предел, за которым только уже божественно начинается. Еще вопросы, может быть? Думаю, какой-то, может, обратную связь хотя бы, чтобы было понятное. Окей. У меня, наверное, не вопрос. Я расскажу просто, почему Арсений к нам приехал и чему посвящен, собственно, его артисток. Дело в том, что сейчас, прямо сейчас в Музее Гараж проходит выставка «Освободить знания», и в рамках этой выставки проходит публичная программа. И публичная программа тоже необычная. Мы вместе с куратором Снежаной Красти придумали такой формат, факультет выходного дня назвали моего. И объявили открытый опен-колл для исследователей, художников, критиков, которых интересуют подобные проекты, художественные проекты. Что? Художественные исследования. Художественные исследования. Я сейчас скажу об этом. Кто занимается художественными исследованиями. И таких уикендов у нас будет три. Соответственно, первый уикенд с Арсением открывает его сегодняшняя лекция. Продолжится он завтрашним уже закрытым семинаром для отобранных специально участников из разных городов России и москвичей. И продолжится в воскресенье ещё одним днём. Семинар продолжится, но уже в таком необычном ключе. Мы пока, наверное, не будем рассказывать, в каком. Но мы с Арсением специально разработали совершенно другой формат, который мы ни разу не пробовали. Так что я надеюсь, что, может быть, всё-таки у кого-то родился вопрос. Ура! Арсений, вначале Вы сказали, что в своём пределе исследовательское искусство должно слиться с жизнью. Вы можете развернуть немножко этот тезис, каким образом и почему сейчас этого не происходит? Ну, два момента есть. Если коротко и в двух словах попробовать. Почему оно может слиться с жизнью? Потому что, наверное, любое искусство устремлено к тому, чтобы преодолеть свою репрезентационную, меметическую или же институциональную природу. Но преодолеть, не вернувшись к некоторой первозданности жеста, а, как мне кажется, преодолеть в том смысле, что сделать её настолько сложной и включённой в жизнь, что художественный жест будет способен производить просто жизнь. И в этом смысле исследование является частью подготовительной к тому, чтобы это жизнетворчество происходило. Я думаю, что это очень глубокая родовая интенция художественного производства, которая иногда более явлена, иногда менее явлена. Но мне кажется, это вот такой бессознательный код, что всегда хочется верить в то, что искусство должно быть жизненно, должно быть прожизненно. Иногда кажется, что когда искусство попадает в музей, оно как бы умирает, потому что оно в музее. А вот там на самом деле оно живёт, когда оно в мастерской художника, или искусство живёт, когда это на улице, тогда это настоящее искусство, а когда это искусство, не знаю, в мастерской, оно тогда не живёт, и так далее, и так далее. То есть искусство всегда борется за то, чтобы стать частью жизни, в том числе и исследовательское искусство. Исследовательское искусство может быть воспринято как подготовка, в частности, в контексте русского космизма. То есть Фёдоров говорит о том, что любое искусство должно, всякое искусство должно быть исследовательским, Потому что исследование – это важная часть приближения этого преодоления. И две проблемы, которые здесь существуют, я их уже касался, это проблема социальной несправедливости и некоторой онтологической несправедливости. Социальная несправедливость выражена в существовании классов иерархии, существовании эксплуатации и притеснении на разных уровнях человека по его разным принципам – социальным, гендерным, расовым и так далее. Есть неравенство и эксплуатация в отношении животных, которые долгое время вообще являлись просто производственным ресурсом для человека. И исторический авангард считал, что одна из возможных интерпретаций марксизма, которая считалась очень логичной, классической, что когда случится пролетарская революция, искусство как гетто, куда сливаются все футурологические надежды, все эти проекты, оно исчезнет и войдет в реальность жизни, и возникнет некоторое искусство-производство. На этом строилась концепция исторического авангарда, в той его части, которая была связана с конструктивизмом. Художник как производитель, художник как социальный инженер, что исчезнет разделение между творческим трудом и нетворческим трудом, и так далее. Но, с другой стороны, есть еще… Да, и это, в принципе, такое экстремум современному искусству, к даче которого сложно что-либо представить. Но, как сейчас мне кажется, эта интерпретация марксизма, она такая несколько нетривиальная. И тому есть доказательства, потому что эстетика самого Маркса, по крайней мере, например, в интерпретации замечательного советского марксиста «Лишица», проект, с которым как раз коллеги готовят, возможно, после этого он будет более заметен. Так вот, Лившиц доказывает, что у Маркса не может быть такой интерпретации, которую предлагает Арватов и производственное искусство. Он как бы двигается в другом направлении, отдельная история в каком-то. А вот эта Арватовская интерпретация производственного искусства и преодоления вот этой границы между искусством и жизнью, она скорее прошла сквозь призму дискуссий в конце XIX – начало XX века, связанных с космизмом и символизмом. Это такая вот теневая сторона, практически неизученная. Это существует на уровне интуиции, да, и вот я с вами ею делюсь. И как раз в космической логике там есть вот это преодоление границы, и она больше базируется на рассуждениях о кризисе культуры, на Ницше, на Вагнере, на русских символистах, на Фёдорове. Но это уже скорее такая борьба с природой, это такая уже антологическая борьба. То есть Фёдоров говорит, что окей, там социальная справедливость – это важно, безусловно. Такой социальный утопист, он выступает за социальное равенство, которое является необходимым базисом. Но есть ещё природа, природа тоже несправедлива. Вот там человек уничтожает животных, но в принципе животные тоже как бы не прочь уничтожать друг друга. И вообще как бы природа часто ставит человека в такие условия, что он и без социальных каких-то проблем должен находиться под гнётом своего тела, ну хотя бы опять же смерти. И сейчас как бы стало понятно, сейчас есть лозунг, что если природа несправедлива, измени природу. И в космизме та же самая интуиция возникает сто лет назад, да, и она говорит, что да, нужно изменить природу. И когда мы это изменим, мы опять же сможем добиться вот этого преодоления, вот этой границы между искусством и жизнью. И тогда мы сможем творить непосредственно в жизни. Так что вот такие две проблемы, которые стоят на пути перехода от искусства подобия в терминологии Фёдорова к искусству жизни. Получается, что в результате Фёдорова это никак не связано с экономическим отношением к другому формации? Ну, Фёдоров, он скорее относится к такому социальному утописту, утопической мысли. То есть это не марксистская мысль в том смысле, что там нету социальной механики, как есть в марксизме, которая очень чётко описывает, каким образом должна случиться революция, какие механизмы в этом присутствуют. У Фёдорова другая логика, хотя есть разного рода марксисты, космисты, которые работают в том числе и принимают марксизм. Например, Муравьёв, который написал книгу «О владении временем» и работал в Институте оптимизации труда. И для него марксизм – это первая стадия на пути к движению как раз космизму. Только марксизм, он остаётся в режиме такой вечной гонки, он как бы хочет воплотить то, что не получается у капитализма. Капитализм обещает бесконечность производства, но потом выясняется, что с какого-то момента есть анархия производства, есть какие-то внутренние сложности противоречия капитализму, которые не позволяют добиться предела производственных мощностей. Дальше возникает конфликт между социальными отношениями и производственными отношениями, и случается революция по Марксу. И вот марксизм как раз обещает то, что когда мы возьмём власть в руки, когда мы начнём регулировать производство, мы сможем достигнуть вот этой бесконечности роста, мы сможем достигнуть вот этой бесконечности бытия и так далее. Но при этом остаётся та же самая логика вот этой вот гонки, и исторические примеры как раз говорят о том, что это довольно сложно. Вот космизм пытается говорить о том, что либо после этого, либо о том, как вообще как бы выйти из этого. Не о том, как добиться максимальной регуляции для наиболее качественного и адекватного производственного цикла, а вообще как бы овладеть временем и как бы выйти за его пределы. Нет, Фёдоров был абсолютно против революции. Он считал, что революция – это насильственный метод. Он выступал за абсолютное примирение всех со всеми и на такой перевод как бы ресурсов из военных бюджетов в бюджеты, связанные с продлением жизни, воскрешением и так далее. Но в частности он выступал за регуляцию погоды и так далее. Так что, ну, к Фёдорову можно спросить, а, собственно, почему как бы должно случиться так. То есть нужно всё равно некоторые усилия. Но также и в марксизме. То есть в марксизме тоже нужна партия, которая должна этот механизм завести, то есть должна людей сподвигнуть на то, чтобы они увидели, что так жить нельзя. И иногда это получается, иногда нет. То есть тут вопросов как бы очень много. И у Фёдорова есть как бы это усилие, что нужно как бы осознать людям, что есть главный враг. Спасибо, Арсений. Нас, к сожалению, немножечко поджимает время. Наверное, последний вопрос. Может быть, есть у кого? Арсений, у меня вопрос. Каким образом вот в твою логику развития вписывается кураторская деятельность? Да, и в частности, вот выставка американской художницы Лорен Хартман «Северный путь», которая в конце года откроется в Дарвиновском музее, и ты выступаешь куратором. Ну, какое место это занимает вообще в твоей, так сказать, картине мира? Ну, я не один, там, с Катей Гусевой, с нынешней или бывшей работницей гаража. Я уже не знаю, какие сейчас обстоятельства. Ну, да, я курирую время от времени, но я курирую в основном либо друзей, либо для денег. У меня такой формат. А это какой вариант? Это друзей. То есть для меня, конечно, в пределе кураторской и художнической деятельности они соединяются и как-то нивелируются. Вот, и мои проекты – это такая вот мета, такая метафизика, опять же, искусство, в кавычках метафизика больших. Вот, где сложно понять, где куратор, где художник, где куратор, художника-куратора, что это за позиции и так далее. То есть я уверен, что, повторюсь, вот в пределе эти вещи должны быть трансформированы, и это такая большая дискуссия. Например, кем был Фёдоров Давыдов для Твердяковской галереи? Он делает инсталляцию, которая, ну, по всем канонам – это такой Ханс Хааке. Но тогда не было Ханс Хааке, даже термина «куратор» не было. То есть он просто работник, некоторый работник что-то делает. И много такого рода примеров, когда кураторы выходят, называют горячее курирование, когда кураторы выходят за отведённые ему рамки, делают что-то большее. Иногда это хорошо, иногда плохо, потому что художники не всегда готовы к такому сотворчеству. Но я выступаю так же, как на стороне институции, так и на стороне кураторов. Так что я за кураторов и за горячее, как можно более горячее курирование. Но по обоюдному сговору с всеми участниками этого процесса. Поэтому как-то так. То есть как отдельную дефиницию я бы не сказал, что для меня она суперважна, потому что я ближе к художническому полюсу. Но при этом я иногда выступаю в роли непосредственно куратора в той форме, в которой сегодня эта дефиниция, в той форме, в которой это сегодня возможно, так скажем. Хотя в пределе мне бы хотелось больше. Не возникает ли такого ощущения, вот у меня возникает, что происходит девальвация вот этой исследовательской деятельности, и это превращается в такой приём, когда изобразительное искусство выставляют в музеях, не связанных с изобразительным искусством, например, в естественно-научном музее. Это сейчас очень частое явление. То есть смысл этого начинает выхолощиваться. Нет такого ощущения? Да, мне кажется, только-только началось. Как бы только-только несколько лет начали выставлять. И как бы, не знаю, мне кажется, что это суперхорошая тенденция. Но, повторюсь, всё зависит каждый раз от многих-многих аспектов. Я, возможно, просто не совсем понял вопрос. Я не знаю, почему он выхолощивается. Мне кажется, наоборот, она пропитывается новыми смыслами. Возможно, зависит от типа искусства. Бывает хорошее, плохое. Но иногда это выглядит так, что изобразительному искусству преддаются дополнительные смыслы, когда его выставляют не в музее изобразительного искусства. Оно как бы значит больше, чем значит на самом деле, если его повесили в другом месте. Ну, так было всегда. Если вы повесили картину в подъезде, это одно. Если повесили в музее гараж, совсем другое. Совсем другие смыслы. Посмотрим, какие будут смыслы. Нет, но это вопрос, это большая-большая тема, потому что природа искусства до сих пор во многом зависит от институции. И формально до сих пор действует, мне кажется, институциональный принцип. Всё, что висит в музее, всё искусство. Всё, что висит у вас в квартире, ещё не факт, что искусство. И даже в музее, естественно, научном. Всё, что там висит, это скорее не искусство. Но в этом может быть его сила, а может быть его слабость. Мне кажется, что в этом может быть его сила, просто эту силу нужно раскрыть. Но, наверное, есть ситуации, когда современное искусство просто апроприирует музей для каких-то сугубо своих личных, таких прагматичных, шкурных интересов. А бывает, когда, наоборот, оно раскрывается вместе с естественно-научным музеем. Но это очень большая тема. Наверное, сейчас уже невозможно её раскрыть. Спасибо, Арсень.